так рассказываем начинаем наш рассказ помахали лапками сегодня у нас да или доктор виктор меня зовут когда я считаю лекции на английском языке мне быстрее на русском и так сегодня мы будем смотреть про насекомых наука который изучает насекомых уже кто-то тут знает самый разумный разумник тимофей я уже знаю умник разум как зовут науку переходим к себе у нас много чего надо показать всех посмотрим коробочки сегодня будем смотреть и сегодня мы будем смотреть немножко засушенных к сожалению насекомых потому что они быстро их нужно поймать пробуй лапками что это такое нет а потом сдадите вы мне скажете что это такое уже это воск воск он мягкий его делают свечки вот настоящий вот делают мы сегодня будем говорить о пчелах косов насекомых и жуках а если настоящий воск это настоящий воск нас летают летают кружаться видите бабочки тут такая специальная супер камера снимает что они так медленно двигаются а на самом деле они будут строительную для выб Stone candle потому что чтобы убежать потому что все хотят их съесть всех их хотя есть поймать словить иногда они прячутся иногда они не прячутся потому у них есть чем себя защитить когда они прячут они похожи на листочек и спрятали или похожи на палочку или они быстро летают как с приказа их не догонишь они показывают что мы страшные и опасные мы как меш не могут ужалиться страшные опасные подержите в руках вот это вот воска сделали тела как они его делают никто не знает откуда берется где он его находит на цвета но не правильно на цветах они находят нектар нектар это сладкая водичка который цветок внутри себя держит сладкий нектар и говорит прилетай скорее ко мне пчела я поделюсь с тобой сладким нектаром а ты понесешь мою пыльцу с одного цветочка на другой поэтому пчелы примерно цветочек и потом на себе переносят пыльцу вот так вот замазались они пыльцой все-таки грязные чумазы и несут эту пыльцу к себе домой они пчелы делают вот такой воск специально для того чтобы у них было свое жилье и тут они выводят своих деток личинок ведь каждый потом они делают в таких домиках они выводят своих личинок частью домика я думаю что они там хранят свой мед а в другой части они сохраняют мед потому что они зимуют и на зиму им нужен мед попробуй сделать из него человечка например или сделать пчелу например на занятие мне сделали пчелу из воска катали катали крути лен потому что его нам можно расплавить он мягенький становится в руках ну это надо бегать это дома у нас времени на это нет можно потихоньку потому что он когда холодный становится он затвердевает иначе бы он расплавился и все бы пчелы попадали из этого вас когда очень жарко становится этот воск действительно становится на солнце нагревается его пчеловод ставит вот так под солнцем он прям тает называется воск готовка солнечный он растаял когда мы играли в лесу то мы пошли в одно место туда играть и там еще не было это туле чтобы от солнца скрыться иногда пчелы селятся в лесу потому что пчелы дикие всегда они не одомашненные пчела это не поросенок это не корова это не козочка потому что пчела может за себя постоять она жалится потому что пчела жалится может жалится на я дикая пчела я себя могу постоять и всегда могу улететь от этого пчеловода который будет плохо за мне заботится не будет давать мне корма не будет ухаживать за мной и пчелы раз и улететь от пчеловода если он за ними не ухаживал вот такие вот можете потрогать их они даже пахнут медом потому что когда сюда собирают мед пчелы потом их вынимают из уля и специально в машине такой крутят из них раз и выплескивается мед называется центрифуга машина которая собирает а вот такие вот пчелы немножко но есть пчелы вот смотрите вы я их собрал в коробочку есть пчелы дикие которые одиночные а есть общественные общественные которые живут в уле у них целое общество уже бабушек и дедушек у них уже нету но есть мама королева 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 есть и в серийном и в осиным гнезде она откладывает яйца и выводит личинок в этом гнезде а если есть еще появляются весной в пчелином гнезде самцы они называются трудные и вот они вместе потом могут а это пятнышко на королеве на нее специальную меточку такую на спинку поставили босса 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 она толстенькая такая она быстро бегает чтобы ее не потерять чтобы на нее обратить внимание она видите у нее больше брюшка такой толстенькой а она свое брюшко засовывает в ячейку вот так раз раз она ходит у нее такая работа она засовывает ячейку и яичко откладывает внутри вот этой что-то внутри этой что-то потом выводится личинка внутри который пчелы кормят нектаром и пульцой а почему у нее сильная буква булка ну это люди нацепили ну потому что так ей нацепили такую меточку назвали бобель например и потому что это немецкий фильм и специально чтобы ее каждые дали свое имя а б с д каждому пометили чтобы они не запутаться и ведут дневник которые наблюдают за этими а то если бы на королеву не поставили этот значок перепутали бы с врагом своим королева живет несколько она живет 6 даже лет 7 лет живет но она недолго живет а пчелы живут всего лишь от месяца до полгода очень мало живут и вот пчелы выводят на следующий год они начинают роиться они делают специальные такие ячейки чтобы вывести молодую королеву делают такие круглые желуди вот такие вот веки из воска слепили и туда они приносит своих желез на голове они выделяют специальное вещество называется маточное молочко оно как сметана вот сюда они откладывают только пыльцу в сот откладывают пыльцу смачивают воском и получается называемая перга вот он темненький потому что воск со временем немножко стареет и то что темно оно твердее оно немножко стареет а так это свежий воск то он совсем беленький или еле-еле желтый вот тут выводится вселенная королева и королева живет 6-7 лет и на нее на спинку ей специально ставят такой шарик и разным цветом ее красят чтобы знать помнить какого она возраста каждый год меняют цвет синенький желтый красненький они пчеловод меняют не сами сама королева меня это именно пчеловод ставит новую неточку а как ее сломить она очень спокойненькая пчелы обычно очень быстрее а вот она такого же когда она маленькая то она обычно такого же размера пчелиная королева но у нее другие лапки у нее коротенький хоботок и она не жалится она не жалит своего пчеловода потому что у нее другая задача она не защищает свое гнездо она говорит я самое главное тут мне нужно сохранить я тут главнее всех пчел я командую пчелами а командует она потому что она издает специальный запах а вы наклеивали в королевом значки я не наклеивал я их только иногда ловил когда вынимаешь из улей иногда раз видишь такой желудь желудь такой раз его надо снять потому что слишком много королев не нужно будет и когда их иногда снимаешь королева уже ждет чтобы вывестись она открывает такую крышечку на колпачочек такой над ней и она когда еще сидит внутри она спищит она так пи 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 специально пищит перезваниваются друг другу нет ли тут другой королевы потому что они боятся друг друга потому что если есть две королевы обычно вторая королева становится очень злой и она хочет зажалить свою конкурирующую другую королеву поэтому она сидит тихонько пи 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 и когда подает сигнал что другая убежала в другой конец улей это тогда крышечку прогрызает и вылезает и подает сигнал другим пчелам своим запахом я уже здесь новая королева появилась срочно бежите ко мне другие пчелы к ней подбегают и эти пчелы все вместе решают нужно срочно улететь в другой улей чего? потому что мало места мало места и они раз они вылетают из улей и образуют вот такой рой и садятся рядом с улей улей же не может все время увеличиваться больше и больше а пчеловод забыл допустим про них и забыл что им нужно поставить новые рамочки такие подкормить их забыл и пчелы думают никто за нас не заботится надо идти искать другое место они посылают сначала разведчиков из этого роя вот это в этом роя сидит много пчел и они не жалятся что очень удивительно потому что они напились мёда они сначала напиваются мёда в улей и с этим запасом хотят улететь куда-то в новую квартиру они посылают разведчиков и по-английски они называются бискауты есть такие в украине скауты бойскауты а это есть бискауты пчелы разведчицы они летают по другим местам бискаут потому что королева разведчица би 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 разведчица эта разведчица находит в пустой улей где-то у соседнего пчеловода или дупло находит в лесу прилетает обратно вот в этот большой рой он тут огромный в нем может быть 10 тысяч пчел внутри сидит королева которая запахом говорит я здесь я самое главное команды всем раздаю куда лететь и что делать они возвращаются обратно кружаться здесь совершают такой танец пчелиные говорят нашли новый улей новая квартира срочно надо улетать и обычно пчеловод собирает весь этот рой рядом потому что пчелы прощаются со своим пасечником прощаются они садятся на соседнее дерево и прощание если он забыл про них не заметил что прилетели пчелы пчелы быстро взлетают и летят на новое место где скауты нашли новую квартиру новые улей или дупло им нужно большое место потому что все таки рой довольно таки большой пчелам нужно крупнее иногда пчеловоды ставят такие коробочки большие на деревья называются пчелиные ловушки потому что пчеловоды любят дармовых пчел которые прилетают от других пчеловодов если поставить такую коробку большую а внутрь коробки поставить вот такой пахучий сот разведчица прилетит в эту коробочку походит понюхает понюхает местечко хороший сотик тут есть местечко есть можно тут организовать новую квартиру и все пчелы трое прилетают в новой улей получится а тут приходит счастливый пчеловод проверяет прилетели пчелы потому что коробочка ставится маленькая такая не очень большая он берет эту коробочку приносит уже в улей на пасеку и пересыпает их всех в большой просторной улей чтобы им было много места и тогда они уже начинают жить в новом таком интересном месте а пчелы пользу приносят какую пчелу приносят мед мед один так один плюс а еще второй плюс еще маточное молочко приносит а главное что они еще приносят пыльцу и они опыляют цветы вон видите я показывал что пчелы летают и они трудолюбивые что летают с одного цветочка на другой при этом они переносят пыльцу с цветка на цветок и они опыляют эти цветы и цветы дают семена поэтому пчелы самая их главная польза что они опылители они опыляют цветы и появляются поэтому плоды фрукты ягоды которые человек использует для себя на огороде все цветы опыляют пчелы не опыляют это только злаки в основном злаки это семена которые выращивает человек в поле но кроме пчел пчелам часто прилетают своровать мед косы косы отличаются от пчел тем что они конечно же разные они тоже жалящие они похожи на пчел и это вот большие осы а есть маленькие осы нет поближе там поставь только не свалите осы отличаются потому что осы не собирают мед не собирают мед потому что они не делают воск не делают воск зато они умеют делать совсем другое гнездо они делают гнездо из бумаги видите какое гнездо они делали из бумаги откуда они берут бумаги в магазин ходят за газетами нет они ищут кругом деревья деревья из целлюлозы они делают да из деревьев пускай пускай чуть-чуть показывают они делают из целлюлозы и и вот такое сделали гнездышко и сейчас мы посмотрим какой то что осы бывают разные смотрите вот сейчас едут к вам на просмотр маленькие осы называются бумажные полисты как раз смотрите каждому по гнездышку это отдельное гнездышко в котором сидели осы смотрите кто-то сделал большое гнездо это я собрал на крыше я собирал шешни большими гнездами а рядом жили маленькие осы и они наделали себе таких домиков домик такой на столбике на таком крыше прикреплялся я его так раз ножиком отделал а вот в каждой такой ячеечке сидели маленькие личинки ос вот смотрите кто-то маленькое гнездышко сделало кто-то большое не ломает там ни чего уже нету там все осы вылетели никто там не живет это просто маленькая пыльца а вот тут видите тут желтый на это гнездо начали делать гнездо шешни да вот видите они приделали к этому старому гнезду кусочек своего гнезда кто там у нас им там большое гнездо едет посмотреть на ножки на такой на ножки на ножки на ножки вот так крепилось это гнездо это называется бумажные осы полисты тут они тут внутри этой помещается только личинка размером с осу не больше больше не надо места и внутри сидят маленькие личинки и потом они делают шапочку крышечку такую плетут кокон и выводятся из них уже сами осы вот смотрите как кто делает шерсть а это желтый потому что они другие они большие нужно большое гнездо видите тут это маленькие жилиосы малюсенькие такие крошечные а вот смотрите сейчас к вам едут осы едут осы вот смотрите осы крупней вот эти большие а вот смотрите маленькие к вам едут вот это земляные осы а вот такие вот смотрите осы сколи вот шершень к тебе приехал аааа А вот тут пчелы, вот видите, пчела и шешень. Кто-то у меня спрашивал про шешни, вот он сейчас. А это чтобы легче посмотреть было, потому что на иголки нужно... Сейчас всех посмотрим. Все получили по пчеле, что эта пчела называется камень. А вот мы сейчас смотрим наверху, это окупливается гусеница. Гусеница, вот смотрите, в кино показывается. Гусеница, это личинка, так же как у пчел есть личинка, у бабочек тоже есть личинка, называется гусь. Потом она, когда вылезает, находит себе такую маленькую-маленькую палочку. Палочки привязываются к паутинке и сбрасывают шкурку. Видите, как змея сбрасывает шкурку, превращается в куколку. И внутри этой куколки потом получается бабочка. И у пчел то же самое. Пчела сначала личинка сидит вот в этом иоса внутри ячейки, а потом она превращается в куколку, превращается в куколку. И этот процесс называется метаморфоз. Покажите, у кого какие осы есть. Кто получил какие? Нет, какие зеленые. Вот смотрите, так, ты не загораживай только все. Камеру, посмотрите, у меня большая толстая оса. Смотрите, это называется, весной летает. Вот эта оса летает весной, называется сколия. Оса сколия... Может я включала в этом видео открытие? Не опасная, это сколия. Подожди, я же все по очереди буду показывать. Вот эта сколия не опасная, потому что она пугливая. А почему она пугливая? Потому что она одиночная. И не загораживай. Боже, меня же не видно. Я же показываю. Одиночная. У нее нет гнезда. У этой осы сколии нет гнезда. Вот этой вот большой пушистой. Она большая и страшноватая, вообще-то говоря. Она жужжит. И когда оса показывает, что она желтая и полосатая, говорит, я могу ужалить. Если ее схватить в руку, вообще-то может и ужалить. Вот сколия не очень сильно будет. А вот если шешень ужалит, шешень полосатый, он вот никого не боится. Он никого не боится, он у нас самый опасный. И он такой яркий волос. И возможно, если ударил удар в руку, то умер. Ну, он так не умрешь. Говорят, что шешень убивает лошадь. Ну, он, конечно, лошадь не кусает и не убивает. И человека тоже не нападает. Но если подойти к его гнезду и захотеть, только выряться в гнезде вот в этом. Тихо-тихо, не стучи. А какой она пугливая? А я был в специальной одежде. Хороший вопрос. Пчеловод приходит на пасеку в специальной одежде. Я, как космонавт, одеваюсь, если иду на пасеку. Есть пчеловодный костюм. А вот здесь моя пасека. Есть у меня знакомый пчеловод, который сядет. У меня времени лично нет. Мы к нему приходим, смотрим за пчелами, одеваем пчеловодный костюм такой с сеточкой. Пчела не может прокусить через сеточку. Чтобы достать мед, приходится одевать вот такие пчеловодные. А я одеваю пчеловодный костюм. Осы могут прокусить штаны, поэтому я одеваю специальный защитный костюм, как космонавт. Он у меня пластиковый, меня никто не прокусит. Видите, с такими можно собрать такую страшную осу. Я их не боюсь. Когда я их собирал в прошлый раз, осы на меня набрасывались и стукали вот так. Тук-тук-тук-тук-тук. Но я был еще в очках. Когда осы подлетают, они сначала еще подлетают, стукаются так, раз, лбом. Говорят, уходи отсюда. Если тот, когда его стукнули, не убежал в припрыжку. Второй раз она разворачивается и с жалом уже летит. Поэтому ко мне уже второй раз подлетали пчел. Осы и как шприцом брызгали в меня. Брызгали в меня. Они не могли меня укусить. Они буквально подошли. Я буду рассказывать. Брызгали в меня как шприцом ядом. Но не достали, никто меня не укусил. Потому что я был в защитном костюме, как настоящий космонавт. Но когда осы и пчелы жарят, будет очень больно. Кого-то жали бы пчелы? Да. Ох, жалили. Было больно? Да. Наверное, было неприятно. Поэтому, видите, когда осу полосатить, лучше ее не трогать. Вот эта вот оса, которую я сказал, не самая опасная весной, она охотится на жука-носорога. Вот это оказывается оса. Она одиночная. Одиночная. У нее нет семьи, которую бы воспитывал пчеловат. Почему одиночная? Потому что они все вместе собрались в коробочке. Она охотится за личинкой жука-носорога под пеньком. Под пеньком сидит белый червяк, который ест гниющий. У меня такого нету. В следующий раз покажу. Червячок – это личинка жука-носорога. Я покажу другим. А вот эта вот оса зарывается под землю, находит эту личинку и колет ее жалом. Для этого ей нужно жало. Парализует, и личинка уже никуда не спешит, уже не растет. Откладывает на нее яйцо, и червячок, личинка, всколе съест бедного жука-носорога, личинку его детку, и не выведется жук-носорог. Но иногда все-таки выводится, поэтому вот попали в коллекцию. И тут вот есть носорог, потому что у жука-носорога у него есть рог. У самка. Вот смотрите, видите? Самка такая без рога. Вот самый рогом с настоящим. Потому он и носорог. Вот такие. В тропиках, в тропических странах живут с большими такими рогами жуки-носорога. А почему? Интересно, оказывается, в тропиках, они любят ходить по стволам деревьев. И здесь пить на сладкий сок. И своими рогами они друг другу отталкиваются. Они толкаются. Они толкаются и друг другу отталкиваются. Сейчас мы включим. Вот, сейчас мы посмотрим. Вот тут у нас есть большая, ротная оса. Смотрите. Это тупик. Это тупик. Это тупик. Это тупик. Это тупик. Это тупик. Июньский. У него крылышко отклонилось. Показываю здесь прозрачненькое крылышко. Это тупик. Это тупик. Есть тверденькое над крыльями и крылышко. Что мы здесь сейчас будем говорить? А вот здесь как раз у меня, видите, разные осы. Одна здоровенная такая, а те поменьше почему-то. Здоровенная это как раз и есть королева. Самая большая. Самая большая это королева. Вот это вот сидит королева. Я ее медом кормил у себя на балконе. И она специально. Солнышко на нее светит. Она была рада. Была рада, видите, тут челюстями своими так страшными. Работает и мед кушает. И у нее между челюстями язычок такой есть. Язычком она так раз, раз, раз. Челюстями так она рыдет. А язычком она как лопаткой лижет. Вот у нее тут язычок такой она высох. А это щупики у нее маленькие, тоненькие. А это два таких огромных усика. Это вы сфотографировали? А еще вот это усики большущие. А с двух сторон такие черные глаза полукругом. Большие. А еще во лбу там вот тоненький маленький глазик горит. У нее три глазика еще на лбу. Три во лбу глазика горят. И два таких как щеки. Большие глаза для обзора. А она хорошо очень видит. И если залетает в помещение, можно ее не пугать. Нужно только открыть окно. Она полетает, она смотрится, видит, что тут делать нечего. И сразу же в окно открытое и вылетит. Можно не обязательно бежать за ней с газетой. Но пока она идет в окно. Нужно, чтобы окно открылось. Она может случайно в форточку залететь. Маленькую форточку. А если открыть окно или балкон, она сразу же почувствует воздух. Увидит открытый балкон и тихонько, быстренько улетит. Не надо ее обязательно приклопывать. Потому что осы приносят пользу, оказывается. Потому что вы им чем в голову. Чем же они приносят пользу? Медом, воском. Нет, воском приносят и медом пчелы. А осы, они по другому пользу приносят. Пчелы, оказывается, приносят мед, а не опылители. А осы, они хищные. Видите, какие большущие жвалы, как у волка. Он говорит, я большой серый волк. Я желтый, полосатый. Это действительно волк. Который говорит, не клади палец ко мне в рот. Откушу твой палец. И оса говорит, а я ужалю. Поэтому у меня такое страшное полосатое тело. И я могу жалиться. Маленькое, чуть-чуть. А большая может ужалиться и побольше. Потому что она в 6 раз больше пчелы. Как 6 пчел ужалила. А какая же польза? Потому что они хищники. Они охотятся на других насекомых. На червячков, на жучков, на кузнечиков. На разных бабочек. Даже стрекозу может помыть, которая вот такая огромная, а шешель вот такой в половину меньше. Потому что у него есть жало, он подлетает к мухе. Сейчас мы здесь посмотрим, есть какая. Мухи? Мухи. Вот. Он любит пить сок. Шешень в ней собирает мед. Он подлетает в дерево, увидел сок. А тут жук пришел на сок попить. Так он будет прогонять жука. Говорит, это мой сок. Вперед, уходи отсюда. Раз, раз. Жук его боится. Жук удирает. Боится шешня. Потому что шешень жужжит и жало может укусить. Он может из-за себя. А вот он поймал муху. Быстренько мухи откроют свои крылышки, они невкусные. Вот он там. Тут он поймал другую осу. И делает из нее котлету, потому что шешень хищник. И он должен сделать себе мясо такое из другой мухи. А можно сделать мясо? И он может даже прилететь на сушу. Когда таранку вешают в рыбу. Он подлетает к таранке шешень или маленькие осы. И своими челюстями отгрызает кусочек таранки и улетает. Он думает, что это мясо было. Иногда шешень может попасться к пауку. Он тоже хищник. Пока он там ловил какого-то жучка. Летел, летел, попал в паутинку. Идет. Поиграйся пока. А что выиграет? А сейчас посмотрим, кто быстрее, кто сильнее. Кто сможет справиться с паутиной. Вот он попался, раз, вырвался из паутинку и удрал. И полетел охотиться на других насекомых. Он охотится даже на пчел. Потому что шешень крупнее пчелы. Он подлетает в пчели, хватает ее челюстями и начинает ее жевать, жевать, жевать. А это у вас дома? Нет, они у меня на балконе. Шешни, я их специально для эксперимента. А пчелы живут на пасеке. Вот здесь он приносит. Тут вот шешень залетел. Он здоровый. Вот видите, у него огромное гнездо. Шешни делают огромное гнездо. Сейчас мы их увидим здесь в фильме. Вот такое огромное гнездо. А вот маленькие осы делают гнездо. Вот он в фильме прилетел на маленькое гнездо. Подожди, подожди, я показываю. Подлетел на маленькое гнездо. И вытаскивает оттуда личинок. А другие осы, хозяева, сидят бедные и думают. Маленькие наши детки. А он подойдет и жует, жует, жует. Личинку схватил. Раз, выпил, ну что-то не понравилось. Подошел из-за друга. Разорил гнездо. Смотрите.